Всем большой привет! Хотел поделиться с вами способом экономного восстановления микрофоры кишечника и желудка с помощью биопрепаратов, так называемых пропионовокислых бактерий, которые сейчас есть, производятся у нас, так называемая эвиталия. Эвиталия это леофильно, то есть сублимационно высушенные эти пропионовокислые бактерии, со штаммом лактобактерий и стриптококковых бактерий, то есть оптимально подобранные для восстановления микрофоры толстого кишечника и тонкого кишечника. Он продается в аптеке, можно выписать через озон. Это проверенный препарат, уже применяю второй год. Эти бактерии пропионовокислого, это самые полезные бактерии, которые не дают газообразования и оптимально восстанавливают микрофору. Также этими бактериями можно заквашивать капусту, закваска капусты с помощью этих бактерий. Способ такой, метод. Вы берете проверенное молоко, которое подогреваете предварительно, я показал, но не выше 40 градусов. И вот эти самые лактопропионовокислые бактерии. Молоко должно быть охлаждено, чтобы они у вас не сварились. И этим же молоком вы разводите вот эту таблетку с помощью шприца. Я уже заранее развел. Вот она у нас. Это уже растворенная таблетка. После этого вы в это подогретое молоко выливаете этот самый разведенный штамм. И ставите его, укутывая перед этим бутылку во что-нибудь теплое. Я предпочитаю одеяло, допустим. И эту бутылку помещаете рядом с радиатором отопления или в другое теплое место. Чтобы получилось у вас быстрое размножение этих самых бактерий. Вы ее помещаете, значит, и помещаете к радиатору. Через 12-14 часов у вас будет очень вкусный йогурт с пропионовокислыми и лактобактериями. Который потом будете пропивать. А если хотите еще сэкономить, то следующую бутылку перед этим не допивайте в той бутылке. Грамм 100 уже готовых. И ими же заквашивайте следующую бутылку. И таких циклов можно делать два раза. Пока этот штамм у вас будет чистым. Спасибо всем за внимание.